Римма Саддитовна, президент Организации защиты граждан, Петербургская эгида. Надо сказать, очень большую роль сыграла в судьбе очень многих профсоюзных работников и членов профсоюзных рядовых, в том числе и в судьбе Фонда Рабочей Академии. Когда мы к ней в свое время пришли и сказали, что с нами судится Министерство юстиции Российской Федерации и хочет нас закрыть, эгида выделила нам человека и с нами вместе билась, в итоге мы выиграли районный суд Куйбышевского в Министерство юстиции, а потом нас потащили в городской, и в городском суде было написано Министерство юстиции Российской Федерации против Фонда Рабочей Академии, что я никак не ожидал. И мы выиграли. Правда, тут нам помогла налоговая инспекция, там такая была очень злая женщина, очень злая, которая сказала, что ну, я ей дал ей литочку свою, говорит, вот Михаил Васильевич, там у вас написано, что вы там президент Фонда Рабочей Академии, профессор, ну профессор, вы еще останетесь, а президента вы уже не будете, мы сейчас ликвидируем. Скоро будет вообще ликвидировать налоговая инспекция. И она это прямо сказала, что и не вы будете в суд, а мы будем. А три тетеньки, которые сидели в суде городском, послушали, сказали, ага, значит, это не мы будем, а вы будете, да, скоро? Ну хорошо. Убежали на пять минут, через пять минут прибежали и сказали, все, вы проиграли, выиграл Фонд Рабочей Академии. С помощью, значит, Петербургской эгиды, которой мы поэтому очень благодарны. Прошу это иметь в виду и на сейчас, и на будущее. Рим Садидовна выступала с очень замечательным докладом на заседание Российского комитета рабочих. Вот, он был посвящен такой же теме к вопросу о том, значит, здоровье трудящихся, да. И с очень большим вниманием все послушали, особенно даже и те, которые, так сказать, употребляют алкоголь и тем самым укорачивают всю жизнь. И я вот замечал, что в поезде они ехали в одну сторону, они что-то такое там прикладывали, а обратно уже, после доклада Рим Садидовна... Деньги кончили. И деньги кончили, и тогда сознание светлое и ясное пришло, как надо себя вести. Вот я думаю, что Рим Садидовна сегодня выступит, и мы лучше будем понимать, как надо вести себя в сегодняшней жизни, а не думать только о, так сказать, будущих временах, временах, когда кто-нибудь, если из нас останется, как они тогда будут жить. Вот речь идет о том, как жить сегодня. И очень важный такой раздел этого, вот этой теории, того, как надо жить сегодня, Рим Садидовна осветит. Мы как всегда будем делать, Рим Садидовна, значит, мы вам даем, ну, 30-40 минут для доклада. Я постараюсь покороче, да? Нет, стараться не надо, то есть вас, наоборот, не ограничивают. Во-вторых, после этого каждый здесь присутствующий может задать вопросы, и на любой вопрос Рим Садидовна ответит, я знаю, и нет таких вопросов, на которые они ответят. Затем можно будет выступить и сказать, что вы по этому поводу думаете так, и даже если кто-то вдруг на вас попытается напасть, вам резервируется заключительное слово, где вы можете это ответить. После вас уже никто не будет выступать, вы все можете сказать, что вы думаете по поводу тех, кто попытался поспорить с вами и употребил не те слова. Вот так планируется у нас, и мы будем рады вас в следующий раз послушать, и я думаю, что мы, так сказать, как-то будем согласовывать в удобное время, и мы очень рады, что с этого начинается вот новый семестр учебы в университете, рабочий корреспондент, фонд рабочей академии. Кроме того, вот сидит Владимир Дмитриевич, все будет записано, и через... Чуть поближе. И через несколько дней, но не позже, чем на следующей неделе, это появится на Ютьюбе канал фонда рабочей академии, а потом появится и на сайте фонда рабочей академии. Пожалуйста. Ну, Михаил Васильевич, спасибо большое, что вы пригласили, и впервые выступаю в вашем фонде. Давно знаю, что есть такие курсы учебные, и всегда было интересно посмотреть, послушать, но вот как-то как всегда не доходили руки, а сейчас вот, что называется, после приглашения не могла, естественно, отказаться. И немножко поговорить, действительно, о понятии здоровья. Что такое здоровье. И для того, чтобы начать какое-то обсуждение этой темы, дать некоторую, скажем так, водную, которую я подготовила для вас. Думаю, всем будет интересно, поскольку все равно вопросы здоровья, наверное, современного человека очень волнуют на сегодняшний день. Нет таких людей, которых бы это не волновало. Я постараюсь... Свою на зре он в возрасте. Ой, не говорите. О здоровье начинаешь задумываться уже там, когда уже его нет. Поэтому я... Для того, чтобы как-то задумываться немножко раньше, пока оно еще, его остатки у нас остались, вот это вот такой небольшой доклад. То есть мы вовремя его пригласили? Вовремя. Может быть, даже это поможет присутствующим избежать каких-то ошибок существенных, продлить себе здоровую, качественную жизнь. Ну, постараюсь, чтобы доклад был интересен. Если кто-то заснет, там, услышу храп, то пойму, что уже пора заканчивать. Нет, что здоровье у него улучшается. Уже прямо... Нет, можете спать, потому что сон – это залог здоровья. Прямо от вашей лекции непосредственно сразу. Надеюсь, и мой вид не вызывает у вас желание поспать сразу. Значит, ну, немножко об истории. Вот очень интересная такая справка историческая, что у нас есть понятие здоровья, которое дает нам Всемирная Организация Здравоохранения. Что она сегодня говорит? Какое современное понятие здоровья? Поскольку со временем исторически понятие, оно как бы менялось. Здоровье – это состояние полного, душевного, физического, социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических увечий. То есть человечество в своем сознании достигло очень больших высот в определении здоровья. И получается, что основными показателями здоровья сейчас являются первое – это продолжительность жизни, а второе – это качество жизни, то есть продолжительность здоровой жизни. Поскольку можно, конечно, наверное, дожить до 100 лет, прикованным к постели, вряд ли можно назвать это показателем здоровья. Согласитесь. Ну, если с чем-то не согласны, сразу записывайте, потом будете оспаривать. Вот. И исторически очень интересно, что на здоровье у нас влияют, то есть на вот это вот благополучие, да, душевное, физическое, социальное благополучие и отсутствие болезней. Два фактора. Первый фактор – это так называемый внешний фактор, который является самым существенным. Второй фактор – это внутренний фактор. Как вы думаете, что относится к внешним факторам? Ну, здесь… Друзья. Здоровье. Образ жизни – это вот как раз внутренний фактор. А, внутренний. Да. А вот внешний – это то, что от нас не зависит. То, что нас окружает. То, что нас окружает. Да. Здесь все взрослые люди, все природа, да, внешние факторы. То есть, если, например, сейчас мы здесь сидим и начнется землетрясение, то тут, собственно говоря, надо будет жизнь свою спасать, а здоровье уже не подумаешь. Вот. И социальные вещи, конечно, которые, к сожалению, многие вещи мы не можем изменить. Ну, а что касается внутренних факторов, вот сейчас говорили, Какие мы изменили? Ну, естественно. Внутренние факторы – это наше поведение, наш образ жизни, то есть, собственно говоря, отношение к собственному здоровью, то, что мы можем изменить и осознать. И вот в истории рассматриваются, очень интересно, три больших периода, когда на здоровье людей влияли разные факторы. Ну, все, значит, здесь грамотные люди, образованные, в период, например, первобытно-общинного и рабовладельческого строя в основном преобладал фактор внешний. То есть, это был так называемый архетипический тип факторов. Архетипический. Продолжительность жизни была примерно в среднем 20 лет, и, ну, люди, вы сами понимаете, не могли защитить тебя ни от природной стихии, ни от голода, ни от холода. Все были молодыми. Да, все были молодыми, собственно говоря, я думаю, что мы живем неплохое время, поскольку в те времена нас уже, в те времена нас бы уже сейчас, так сказать, мы как факт не существовали бы уже. А тут вместе живем, тут лекции слушаем. Пока. Вот. Затем... Чи не вмерли. Да. И потом, значит, люди, цивилизация начала бороться с этими внешними факторами. И, значит, до 18 века дальше появился так называемый традиционный тип факторов влияния на здоровье. То есть воздействие негативных факторов стало несколько уменьшаться, поскольку люди стали бороться с голодом, с катаклизмами, но при этом кое-какие факторы были преодолены, но продолжительность жизни оставалась вплоть практически до 19 века примерно 30-35 лет. Конечно, ну, были истории. Я думаю, что, Михаил Васильевич, вы и 100 лет назад бы прожили, наверное, лет до 100. Были, конечно, у нас такие люди, которые прекрасно жили и очень долго жили. Но в среднем, и здесь, наверное, во многом играл фактор детской смертности. То есть вы знаете, что женщины рожали очень много детей и выживало очень мало. И продолжительность жизни была очень низкая. Далее. Значит, в конце 19 века люди в 30-35 лет это уже были беззубые, седые старики и старухи. То есть мы с вами, наверное, давно уже выглядели совсем по-другому. Вот. Ну, я здесь, конечно... Ну, здесь есть люди, которые моложе 30 лет? Есть. Есть, на последний. Вы даже тогда бы выглядели неплохо. Ну, вы уже... У вас был бы такой, как бы это... Уже почти предсмертный возраст. Примерно. Вот. А сейчас, видите, как замечательно выглядеть. Можно сказать, почти мальчик. Да. Вот. Далее, серьезный скачок произошел в начале 20 века. В России, в других странах, в развитых странах, как так называемых, немножко пораньше. И вот надо сказать, что советский период, который мы все очень любим, очень сильно повлиял на здоровье. Почему? Потому что медицина стала справляться с различными эпидемиями. То есть, вот с этими, так называемыми, внешними факторами. Были ликвидированы, значит, холера, туберкулез, то есть, вот эти все страшные эпидемии. Чума. Чума и так далее, они, собственно говоря, наверное, уже вот сидящие здесь поколения уже не застало, да, эти эпидемии, которые носили сотни жизней. Ну, из-за холеры я остался в Питере. У вас так холера разразилась, и город был закрыт. Это в каком году? Так, в 70-й год. А, ну вот видите, еще даже холера присутствовала в 70-м году. Ну вот, и не так давно были изобретены антибиотики, и в результате как раз антибиотика серьезно, продолжительность жизни серьезно увеличилась. То есть, например, вот я недавно переболела гриппом очень сильно. Думаю, слава богу, есть антибиотики, потому что лет сто назад, она сказала бы, умерла от лихорадки. Бараню и эбола. Эбола. Да. Вот. Значит, но, к сожалению, за прошедшие 25 лет, в результате деиндустриализации нашей страны, здоровье нации очень-очень ухудшилось. На сегодняшний день, назову страшные цифры, мы на уровне таких стран, как Бангладеш и Непал. Поскольку, например, средняя продолжительность жизни мужчин, ну вот года два назад называлось 59 лет, сейчас правительство говорит, что 62 примерно. Я смотрю в интернете на днях, 59 лет. Так и осталось 59 лет, да. Нет, я думаю, 54. Это страшная цифра, потому что в Германии, например, сейчас продолжительность жизни мужчин 80 лет, а женщин 85. А в 2025 году они ожидают уже 100 лет. В современной России, значит, мужчины живут средне 59 лет, женщины 72 года. И вот такого вот разрыва между продолжительностью жизни женщин и мужчин, огромного разрыва, это тоже мы здесь, так сказать, в этом смысле выдающаяся страна. Потому что обычно где-то 4-5 лет такой разрыв. А почему мы сейчас немножко по этому поговорим? Женщины сюда молодые. Вот, например, сейчас очень много появляется статей и появлялось, вернее, ну, может быть, последний год не так, который, например, называется «Россия вымирает». А в Государственной Думе 3 года назад был круглый стол, где озвучивали огромные цифры, что, с одной стороны, в России на 3 рождения приходится где-то 5 смертей. Фактически это просто катастрофа. И это связано, в чем особенность самая главная, например, в отличие от Африки, где люди мрут от эпидемий, да, они вот эти внешние факторы еще не преодолели. Мы связаны не с внешними факторами, мы не видим таких эпидемий, которые косит сегодня людей, и медицина все-таки сохранила себя на каком-то уровне, не позволяющим массовым болезням охватить общество. В основном катастрофа связана, говорят, со здоровьем и жизнью мужчин. И связана она с внутренними факторами, то есть с несамосохранным образом жизни. Не любящими мужчин. Несамосохранным образом жизни. Хотя я могу с этим не совсем согласиться, потому что внешние факторы некоторые тоже присутствуют, мы сейчас об этом поговорим. Слово этого, да, конечно. Значит, продолжительность жизни, надо сказать, различается среди различных групп населения и классов тоже. То есть если, к сожалению, таких исследований никто не проводит, да, такой статистики нет. Но я думаю, если мы возьмем рабочих, да, людей физического труда, там, наемных работников, служащих, и, например, скажем, там, чиновников, да, или, так сказать, класс, господствующий класс, я думаю, что мы увидим серьезную разницу в продолжительности жизни. Но, к сожалению, вот таких официальных данных нигде не приводится по классовому признаку. Очень интересно по половому различию. Мне, например, показался очень интересным факт, что раньше, оказывается, продолжительность жизни женщин была меньше, чем мужчин. Почему? Потому что это было связано с тяжелыми родами. Смертность женщин при родах просто зашкаливала. И вы, наверное, помните, может быть, по всяким классическим произведениям, что там жена умерла, и он там женился второй раз на молодой, или там третий раз. Потому что жены женщины умирали в родах. Для того, чтобы поколение выживало, приходилось очень, так сказать, рожать много детей, которые, большинство из которых умирали. Сейчас ситуация изменилась в результате того, что внешние факторы, да, что на сегодняшний день смертность при родах у нас, конечно, уменьшилась. И получается, что женщины, что называется, стали мужчин опережать. То есть стали жить дольше. Но мужчины очень сильно отстают. Женщины меньше рожают в связи с этим. Но мужчины очень сильно отстают, особенно в России, поскольку те риски, которые действуют на протяжении жизни мужчин, алкоголизм, курение, рискованное несамосохранное поведение, отсутствие жизненных перспектив. Это очень важная вещь. У мужчин часто практически нет как бы мотивации продолжать свою жизнь. Что? Жизненных идеалов. Да. Отсутствие мужчины. Да. Фактически, да. То есть, оказывается, это тоже очень сильно влияет на поведение. Я исключаю. Значит, кроме того, на сегодняшний день, если мы говорим о внешних факторах, то на сегодняшний день для работодателя, например, в отличие от советского тоже времени, представителя господствующего класса, жизнь и здоровье работника фактически является расходным материалом. То есть, ну, просто материалом, чтобы извлекать все больше и больше прибыли, все больше и больше доходов. Поэтому, например, ждать от работодателей, как многие ждут сегодня, гуманности, доброты там, ну, это, конечно, сегодня просто очень наивно. Что он что-то должен нам, и что-то он для нас должен сделать. Вот. И мы, например, видим, что сегодня принят, уже на законодательном уровне видно, что это вот как бы продвигается, новый закон, который отменял аттестацию рабочих мест. Сейчас у нас принят специально законно, специальная оценка условий труда, который на сегодняшний день уже по правоприменительной практике, и фактически по нему у нас огромное количество вредных рабочих мест стало невредными. Поскольку изменилось вот это вот... Мы посмотрели и оценили, как невредно. Да, оценили. Методика эта, она немножко другая. Например, на заводе Фор, там, на других предприятиях, многие сейчас рабочие места с классом 3.2 стали рабочим местом с классом 3.1 или 3.0. Причем профсоюзам влиять на это очень сложно, практически невозможно. Таким образом, значит, и так называемые эффективные собственники сейчас у нас экономят на технике безопасности, на издержках, потому что это серьезные издержки, экономят на средствах индивидуальной защиты. Ну, государство как бы должно с этим бороться, однако мы видим, судя по законам, оно, конечно, в данном случае стоит на стороне работодателя. Ну, например, вы все знаете, наверное, тоже не надо, все взрослые люди, принят, по-моему, несколько лет назад, года три назад, выпиющий закон, когда порядок расчета среднего заработка изменился. В результате на сегодняшний день, особенно среди молодых рабочих, у которых старший еще не выработался резко, упал размер пособия по больничному листу. Соответственно, молодые работники переносят все болезни на ногах, не берут больничные, и вы же понимаете, что эта ситуация, накопление как бы износа, да, износа физических сил человека и накопление напряжения в нашем организме, что приводит очень часто к ранним смертям. Сейчас очень много, например, на автомобильном производстве были случаи, когда, например, в Тольятти, это, по-моему, было, девушка приходит домой после трех или четырех сменных сверхурочных и просто умирает лежа в постели от того, что у нее останавливается сердце. То же самое было на Ниссане и на других предприятиях. Далее. Огромная проблема с определением профессиональных заболеваний. Практически, вот я как юрист-правозащитник, сейчас практически невозможно доказать, что ваша болезнь является профессиональной, как это было раньше. И даже если профессиональное заболевание вам назначено после многочисленных судов, то сейчас МСЭ старается уменьшить процент утраты, ну, чтобы платить меньше. А, например, в суде сделать независимую судебную экспертизу практически невозможно, поскольку, как сказать, все делаются в одном и том же МСЭ, эти экспертизы, и, собственно говоря, вам никто не даст какую-то другую, да, более независимую. Далее. Вместе со специальной оценкой труда приняты недавно поправки в Трудовой кодекс. Когда я была на совете съезде рабочего комитета, там еще этого не было. Что, если раньше, например, у вас вредное рабочее место, и вы могли получить сразу три компенсации вместе, это у нас что? Знает, наверное, кто-то, да, какие компенсации у нас? Нет, не знаю. Ну, может быть, кто-то из присутствующих знает? Не мигните. Ну, это отпуск, добавка к отпуску, доплата за вредность и сокращенная рабочая неделя. А мурако? А? Мурако. Ну, это мелочь, поэтому мы не считаем. Так вот, эти три компенсации, значит, сейчас в Трудовом кодексе, в законе, принято, что по классу 3.1 только один вид компенсации дается, по классу 3.2 – два, а по классу 3.3 – три. Раньше давалось все вместе, сразу, то есть можно было получить все эти компенсации. Досрочный выход на пенсию сейчас, как сказать, он есть, но при этом… Досрочный выход на кладбище. Но при этом работодатели, да, у которых установлены вот эти вредные факторы, которые попадают в наши списки, они, собственно говоря, должны тоже платить больше социальный налог. И таким образом, когда они вот эту специальную оценку проводят, естественно, они заинтересованы, чтобы эту вредность убрать, чтобы на сегодняшний день не платить повышенный этот социальный налог на досрочников. Далее. Ну, по поводу внутренних факторов нашего образа жизни. Очень большой, конечно, фактор, так называемая, такой прям пропаганда и культивирование такой потребительской психологии. Когда фактически, особенно это влияет, естественно, на молодые, так сказать, еще не стойкие умы, когда культивируется вот этот вот, ну, скажем так, буржуазный образ жизни. Может быть, в нем ничего плохого нет, но при этом цена этого буржуазного образа жизни, особенно вот среди рабочих, она очень высокая. То есть, если, например, сын олигарха, да, ему подарили там машину, квартиру и так далее, для него это ничего не стоит. А там сына рабочего, да, для того, чтобы быть не хуже, чем другие, поскольку это вот такая вот прям массовая пропаганда, а он сверхурочные, там по три работы, кредиты, долговое рабство и так далее, только для того, чтобы вот он тоже приехал на этой модной крутой тачке куда-то, да, да. Но при этом затем для того, чтобы выплатить этот кредит, он должен много-много-много очень тяжело работать. Вот. И... Да, и дальше они работают, вот очень многие молодые рабочие, ночные, сверхурочные, вторая, третья, четвертая работы, при этом им, наверное, кажется, что и здоровье, оно как бы безграничное, бесконечное и никогда не закончится. К чему это приводит? Приводит к тому, что к 35-40 годам молодые рабочие поголовно практически больные люди. У них огромное количество грыж, инвалидность, нетрудоспособность. Вот мы сейчас работаем с молодыми работниками автопрома, например, очень многие рабочие уже в 35-40 просто жалуются, что просто уже не могут работать. В силу, собственно говоря, потому что они совершенно не берегли свое здоровье. То есть мы уже говорили об этом, да, вместо того, чтобы бороться за реальное повышение заработной платы за 8 часов, а 8 часов это, в общем-то, наши прадеды кровь проливали за это, да, мы будем работать, вот, все тратить, да, и ситуация очень тяжелая. Я, например, много рабочих спрашиваю, говорю, слушайте, говорю, ну вот вы так бездомно тратите свои жизненные силы, и ведь после 40 лет вам уже будет нечего продавать, поскольку ваше здоровье, и я спрашиваю, говорю, вот, ну вы получите инвалидность, но если не повезет, вы же можете еще доживать еще лет 20-30, то есть как вы собираетесь их прожить? В качестве инвалида? Или каким образом? Но, к сожалению, вот этой вот, как бы, идеологии, да, о которой мы говорим, вот это вот совершенно другое, она, ее фактически нет, да. Вот, далее. Ну и следующая огромная проблема состоит в том, что стресс, сверхнапряжение, физические силы, бесконечная гонка приводит, что напряжение-то как-то надо снимать. А как у нас культурно мужчины снимают напряжение? Ты где зачитаешь? Водка, водка и молотка. О чем мы говорим? Есть ли молотка? Вот, ну и я вот когда была, посмотрела какую-то программу американскую, они, естественно, говорили про Россию, да, показывали такие пустые улицы, показывали, значит, таких хануриков, алкоголиков, которые сдают бутылки и, значит, покупают водку. И пишут, что там, там, в Америке, там, пишут, там, не знаю, 10% алкоголиков, да, пишут в России, там, 50%. Вот, значит, вот такие цифры. И я говорил уже, как раз Михаил Васильевич на этом говорил, что когда я, ну, очень много лет работаю с профсоюзами и сталкиваюсь с тем, что, конечно, очень много профсоюзов, лидеры которых, например, самые настоящие алкоголики. Это нормально. То есть правком вместе с бутылкой водкой, это совершенно, это совершенно не... Ну, поведёшься с того, не берёшься. Да, я помню, даже защищал такого на заре своей правозащитной деятельности алкоголика с железной дороги, вот, ошибочный, на мой взгляд. Ну, правда, благодаря мне он абсолютно протрезвел за год, потому что каждый раз я в суде ему говорила о том, что ты должен сказать, что ты никогда не пил, не пьёшь и не будешь пить, и он в это поверил. Слушайте, протрезвел человек, но больше я не защищал уже. Спасибо, слава тебе. Вот. Медиум, медиум. Ну, и вот, так сказать, заканчиваю практически свой доклад. Мы сейчас все в хоробоем говорим. Да. Как вот сделать, чтобы... Понимаете, вопрос дискуссионный. Почему? Потому что, предположим, мы не тратим своё здоровье на работе, да? Предположим, мы безработные. И у нас мало денег. И тогда здоровье тоже ухудшается. Правильно? Потому что, значит, нам нужны какие-то средства, чтобы одеваться, есть, пить. И как, собственно говоря, с одной стороны мы тратим своё здоровье, да, и для того, чтобы получить взамен то, что нам восполнит его. С другой стороны, ну, так сказать, другая сторона медали в том, что мы часто тратим его так, что в результате оно потом просто невозможно его восполнить. То есть оно как бы бесценный ресурс, который никогда вы уже не вернёте. Невозобновляемый ресурс. Невозобновляемый, да. И вот на сегодня расклад примерно такой. Я вот поняла, почему люди заборолись за 8 часов. Почему? Потому что в сутки 24 часа. 8 часов нам нужно, чтобы спать. Остаётся 16. Половина из 16, 8 работа, и половина восстанавливаться, отдыхать. Не случайно люди таким образом, да, ну, отстаивали перед капиталистами в своё время вот эти вот свои неприкосновённые 8 часов отдыха и 8 часов сна. Сейчас получается, что идёт такой реальный откат назад. И нам что говорят? У нас низкая производительность труда. Надо больше вкалывать. У нас очень люди мало работают. Ну, а мне кажется, что ситуация совершенно другая. Вот. И если мы работаем за счёт этих бесценных 16 часов отдыха, то, соответственно, катастрофически теряем здоровье. Ну, и вот правильно говорит комитет рабочих, что необходимо бороться за увеличение реального уровня заработной платы за свои 8 часов. И более того, сейчас уже многие, по-моему, страны на 35 часов переходят, да. Вот это было бы реальное повышение производительности труда, когда всё так организовано, что ты за 8 часов, да, производишь намного больше продукции. Там, где безотходные технологии, да. Информализированные, сейчас, где я, но здесь безлюдная производство. Нет, нигде безлюдного производства. Ну, понятно. Ну, будет когда, значит, цивилизация. Будет, когда нас не будет. У нас не будет. Ну, в общем, если мы не осознаем эту ценность, то на округлом столе в Госдуме говорили, что при такой ситуации в 2040 году, а многих из нас, может быть, в этом году уже и не будет, ну, вот некоторые, наверное, останутся. Но мы-то с вами доживём, Михаил Васильевич. Мы же доживём. Вот. На округлом столе говорилось, что нас останется где-то 85 миллионов человек примерно. В каком году? В 2040. В каком? Оптимистская одна. В 2040. Наши оптимисты. Я тоже 45. Вот. И когда я поднимаю вот эту вот проблему на различных собраниях в профсоюзах, надо сказать, ну, так скажем, ироничные отношения. В.Путиня Анатольевна, кто вашу лекцию послушает, все останутся. Вот. Я хочу, я всегда говорю профсоюзам. Ну, типа, мой сын-то не будет, да, вот такой. А я говорю, извините, когда твой сын видит поведение отца, который, чтобы снять стресс, приходит и, так сказать, то, извините, сын точно так же будет себя вести. Посмотрите фильм «Левиафан». Очень хороший фильм. Там папа, который без закуски там днем и ночью, да, и тот же подзатыльник и своему сыну, который там уже вечерами пиво распивает. Тут же ему показывают такой же пример. А, кстати... Это не совсем правда. Ну, вы скажете, да, свое мнение. Возможно, что я не права это мнение. Вам будет дано слово. Ну, потом. Ну, возможно. Вот. Да, я знаю, что есть семьи, где, например, вот у меня отец алкоголик. И мы и брат вообще вот исключили просто. То есть у нас это отвращение, да, вот к этому. Такие семьи есть, но, как правило, это исключение. Это и правильно, о чем исключили. Ну, судя по нашим молодым рабочим, что-то странно. Вот. Ну и что? В общем, практически все тезисы я вам рассказала. Вот. Если есть какие-то вопросы, давайте поговорим. И хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение в этой ситуации. Потому что я понимаю, что когда, что называется, как говорит, некоторые, помните, взрыв был на шахте в Сибири, да? Когда люди, чтобы заработать лишнюю копеечку, да, подкручивали приборы, чтобы вредности не было, и в результате закончилось все смертью. В результате самостоятельно, без указания части было. Да. И когда я спросила, почему, они говорят, ну, у нас же семьи нужно кормить. Но дело в том, что в результате такого поведения семья вообще остались без кормильца. Чтобы можно его заработать продолжать. Да. Да, поэтому в данном случае понятно, что не все однозначно, но, ну, что... Все не обозначено. Да, поэтому давайте дискутируем. Давайте поговорим. Просто вопросы, Вима Садидовна. Пожалуйста, скажи, пожалуйста. Вопросы, Вима Садидовна. Недавно выступал Владимир Владимирович Путин, и он заявил, что средний возраст по Российской Федерации 75 лет. И вот наши представители правительстве, в том числе и Медведев, говорят, что нам необходимо повышать пенсионный возраст до 65 лет. Так вот, мне непонятно, и если у нас такая ситуация, что средний возраст, на самом деле, продолжительность жизни мужчины 59 лет, то почему они говорят о 75 летах? Средний револютический, верится. О 75 летах. Да у нас же женщина, и то до 72 было сказано здесь. Но никак не 75 лет средний. И почему, в принципе, они об этом не говорят? Они что, вообще хотят уничтожить все население? Ну, это вопрос не ко мне. Я не знаю, вы смотрели средний возраст по поводу сейчас. Вот 75 лет, они говорили, это мужчина или женщина? Это говорил Путин, он говорил о средней продолжительности в жизни Российской Федерации. Как по больнице. Он не говорил, мужчина или женщина. Ну, возможно, за... Ну, понятно, кто вы... Ну, я могу сказать, что я вот эти данные брала, я же была на этом круглом столе в Государственной Думе, да, там говорили. Это было года там, три назад. Я что-то сомневаюсь, что за три года продолжительность жизни настолько вот... Прямо вот увеличивается. Так, он выступил, и я удивился, за три года он не сидел. Так, вопрос. Следующий вопрос. Кто хочет еще раз задать вопрос? Можно спросить? По поводу жизни, продолжения жизни, допустим, 18 веки, сколько, 30 лет, да? Да, 30-35. Допустим, крестьяне, крепкие, там, здоровые мужики, там, и женщины, свежий воздух, экология, можно сказать, нормальная. И что, и так мало жили? А, в общем, огромная была детская смертность, и болезни, 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 болезни косили со страшной силой. Эпидемии были очень, и голод. Конечно, голод, люди просто не выживали. А зубов люди убирали, а всего люди убирали. Какие-то срежечения не делали, все, так сказать, родственники такие, умирали. А можно ли привезти какую-либо страну на звеном шаре, где ситуация вот лучше, на что надо равняться? Хороший вопрос очень. Ну, вот я уже говорила про, на мой взгляд, скажем, там, страны западные, Европы, у них продолжительность жизни довольно высокая. Вот я говорила про Германию, Японию, да, очень высокие продолжительность жизни. В силу чего? Ну, в силу того, что у них, конечно, во-первых, образ жизни, да, то есть, вот это, мы говорим, самосохранное поведение, да, они, конечно, в этом смысле более прагматично относятся. И, вы знаете, да, если мы говорим там о том, что где вот профсоюзное движение очень высоко развито, да, да, вы же знаете там, что во многих странах такие коллективные договоры, что там, как сказать, одна минута, да, там, позже рабочего времени. То есть, это уже вообще не допускается. Люди очень грамотно отстаивают свои границы на рабочих местах. А у нас, к сожалению, этого нет. Сейчас ведь огромная-огромная проблема с ненормированными вот этими сверхурочными. И даже вот не только рабочие, но и в банках, и офисные, да, сидят просто, я знаю, что и до 10, и в выходные работает очень много стресса. Люди совершенно не понимают, чем это закончится. Почему? Потому что он кредит взял. Потому что он вес кредитное рабство, бешеные проценты, да. И даже если не взял, все равно их держат до вечера. Ну, в общем, да. Вот. А там это вот самое сохранное. Но если мы возьмем Африку, она, конечно, хуже, чем... Почему? Потому что там они еще даже с этими эпидемиями не смогли справиться. Потому что там, конечно, сознание вообще доисторическое. Это антисанитарий. С этой Эболы, да, там их говорят, да не целуйте вы эти трупы-то. Нет, они целуют трупы и даже убивают врачей, которые им говорят, что вот, ну, как сказать, не делают. Дикари просто, да. Это, слава богу, мы, конечно, улицы. Сильная профсоюзная позиция тоже в этом имеет... Огромная. На самом деле, мне кажется, огромную роль играет именно профсоюзы. Потому что если профсоюзы несут эти ценности, если профсоюзы объясняют людям... Например, приведу личный пример. Я разговаривала с председателем первичной организации «Ниссан», который тоже вот на сверхурочной выходил. Я говорю, давай просто вот прагматично посчитаем, да. А у нас вот должен быть там семинар. Он говорит, я не могу, у меня сверхурочный. А семинар как раз по поводу повышения заработной платы, как это, отставить свои права. Мы посчитали. Он там, предположим, работает на этих сверхурочных в течение месяца, там, не знаю, там, лишние там два или четыре дня, да. При этом получает прибавку к зарплате просто мизерную. То есть мы взяли, сели и посчитали. Ну, ну и так, что, хватайте ему. Вот. А я говорю, а ты понимаешь, ты говоришь, что ты за эти лишние две тысячи, ты отдаешь, собственно говоря, свое здоровье, да. А у него уже там в 37 лет несколько грыж. И когда он это осознал, он перестал вообще на сверхурочные ходить. Вот просто, как отрезал. Он говорит, я теперь отдыхаю, я теперь хожу на семинары, я хожу туда, я хожу сюда. У нас вот Владимир Дмитриевич никогда не ходил на сверхурочные, сейчас спокойно снимает наши лекции. Вот, пожалуйста, занимается с собой. А остальных их уже нет. Да, и, кстати, сейчас многие разумные люди, они вообще не берут кредиты. То есть это их принципиальная жизненная позиция. Лучше я куплю маленькую машинку какую-нибудь там, да, б.у., если она мне прям очень нужна. Но работать на банк всю свою жизнь и отдавать свое собственное здоровье, люди начинают это осознавать. Постепенно. Ну, профсоюзы имеют огромное значение. Я думаю, может быть, даже решающее значение. Так, еще какие вопросы? Пожалуйста. Как вы считаете, вот сейчас распространим график, по 12 часов, 2 дня работают, 2 дня падают. Является ли он вредным для здоровья? Хотя в часы, может быть, он и укладывается. Очень хороший вопрос. Вот здесь вот я проповедую несамосохранного поведения. Когда у нас многие профсоюзы, вот такой вреднейший график для здоровья, да, даже когда работодатель начинает другой график вводить, более, скажем так, безопасный для здоровья, они начинают его защищать. Вот я, например, этого не понимаю. И в этом смысле, ну, а профсоюзы как говорят? Этого хотят работники. А мы отражаем интересы работников. И вот здесь у многих профсоюзов тоже начинается, что называется, такая некоторая шизофрения. Потому что, с одной стороны, они прогрессивные, да, авангард рабочего класса, да? Яко, да. А с другой стороны, они должны отражать интересы работников, которым нужны эти сверхурочные, нужны вот эти графики, нужны и так далее. И вот когда я разговаривала с одним из лидеров профсоюзного движения в Калуге, он говорит, а что нам делать? Вот мы вот отражаем интересы работников, мы идем и требуем эти сверхурочные. Они чая не отражают. Чая не отражают. Вот, почему? Потому что иначе люди будут выходить, да? Все вы чаете. Я бы хотела тоже об этом поговорить и подискутировать. Вот как в этой ситуации, что в этой ситуации делать? Экономят на дороге, некоторые считают, меньше переездов им. А вот на здоровье же это все равно отражает. Абсолютно. 12 часов работает. Еще скажите, пожалуйста, вот в Литве 4 дня работают, и под 12 часов, и 4 дня отдыхают. Это еще вреднее, чем 2 через 2? Конечно. Еще вреднее, да? В Литве, я могу сказать, я была, там как бы они в Евросоюзе, да, там капитализм, что называется, по полной программе. Но сейчас они точно так же стонут. Во-первых, профсоюзы практически, скажем так, невозможно организовать. И, да, и люди очень пассивные тоже. Люди там все равно такие же. Понимаете? И в этом смысле, как бы, ничего хорошего, то же самое, даже хуже, чем у нас. Еще верят в Божинку, они в Божинку верят очень в Костовку. Ну, это уже, так сказать, другая тема, другая история. Ну, да, кто верует, теплое у нас есть. Я общалась с профсоюзом в Литве вот этих продавцов, да, магазинов торговых. Там в основном женщина говорит, ну, просто настолько все боятся потерять рабочие места, там же большинство уехали на заработки, что вот за эти копейки в ужаснейших условиях работают и молчат. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот, Саша. Я бы хотела лучше спросить, а вот как, если меня мать пытается запихнуть в эту, в кредитную кандалу, как мне поступать? На Багандеевскую работу с ней провести. Подождите, у меня к вам вопрос. Вы очень интересный вопрос ставите. Вам сколько лет, если не секрет? Тридцать два. Тридцать два года, говорит, меня мать пытается. Это о чем говорит? Умеет право пытаться. Это говорит о молодежной манере. Она сказала, что раз нужно, как там называют, к примеру, купить холодильник, бери его в кредит. Или еще что-то... А вы-то, у вас эта композиция какая? А я принципиально не беру кредит. Какие проблемы тогда? Теперь вопрос не в матери, вопрос в вашем осознании. Я, например, когда квартиру новую построила, отдала кучу этих денег, вы же понимаете, что даже в квартире там коррупционная часть немереная. То есть фактически мы отдаемся это чиновникам и банкам. Вот. Я думаю, значит, буду я покупать... Вот ремонт по минимуму сделаю. И что я сделала? Значит, я... Холодильник я купила БУ за тысячу рублей на Авито. Значит, потому что сначала мне тоже говорят, иди возьми кредит и себя обставь. Я говорю, во. Значит, я пошла, купила этот... Стиральную машинку в БУ на Авито купила. Эту плитку... Эту... Там... Как называется? У меня же электрическая плитка. В БУ на работе на шею, да? Все, работает уже 6 лет. Дальше, значит, эту... Духовку, я думаю... А зачем мне духовка за 15 тысяч? Я все равно духовным шкафом не пользуюсь. Куплю я за... Мультиварку. Восемь. Вот эту только. Плитку. Потом смотрю, там другая две. Думаю, а зачем мне четыре? Куплю-ка я две. А потом смотрю, плитка 500 рублей стоит, как на дачах. Я думаю, о! Вот это мне надо. Я купила эту плитку, она мне уже 5 лет. Варит, жарит. Купила мультиварку за 2000 рублей. Все. Все прекрасно. Гости не нарадуются. Приходят, говорят, ой, у тебя как на даче. Ну, я просто к чему? Что это стереотипы все. Это все нас загоняют, там, мамы, телевизоры и так далее, загоняют вот в эту долговую кабалу. Спасибо вам, что вы нас спасаете. Я спасаю. Я сбиться от матерей, от знакомых, друзей. А если маму наливать тебе будет каждый день? А теперь мы скажем, нам скажем. Расслабься. Не кушать какую-нибудь. Не кушать какую-нибудь. Не кушать никакого. Она запретила брать мне кредит. Потому что я недавно была на финансовом семинаре. И даже сейчас уже банкиры, люди, которые в финансовом сегменте, они говорят, ни в коем случае. Потому что, говорят, вы такие делаете доходы этим банкирам. Вы даже не представляете. Как они... Ну, это просто, говорит, просто неверенно. И люди до сих пор, даже сейчас, да, я так понимаю, все равно берут эти кредиты. Берут сумасшедшие. Сумасшедшие. Я вот... Подавчера было сообщение о том, что собственник Балтийского банка 2,5 миллиарда рублей отправил на две подставные фирмы, потом на другие пять, и положил, потом жене отправил эти самые деньги, и маленькую столечку вернул обратно в банк. Крошечку. Сейчас вот заведено уголовное дело. Страшные деньги. Потому что ипотека – это одна квартира по цене трех. Фактически, да. То есть, вы покупаете три квартиры, две дарите банку. И знаете, три квартиры, работаете всю жизнь. И еще, кстати говоря, тоже говорят умные люди, что чем отличается психология бедного человека. Вот есть, значит, как интересный такой образ, да, есть, значит, по уровню своего сознания, да, есть голодранцы, есть негодяи и есть богатые. Это не по... Богатые, не негодяи? Сейчас скажу. Это не по тому, сколько у вас денег на счете, а по отношению к деньгам. Что такое голодранцы? Голодранцы – это те люди, которые вот все, что они получают, они сразу же тратят. Например, ты получаешь 15. Абсолютно. Ты пошел, 15 тысяч получил и пошел для того, чтобы показать, какой ты крутой, купил за 15 тысяч мобильник. И все. И покажешь, я крутой, все, ты голодранец. Да. Что такое негодяи? Негодяи – это те, которые тратят больше, чем зарабатывают. Это всяческие бандиты, преступники, да, игровые автоматы и так далее, и так далее. Они бесконечно вот в этих, как сказать, что называется, легкие деньги. А что такое богатые? Богатые ты люди, вот даже если у тебя там 100 рублей, да, ну или 100, я не знаю, там, 1000 рублей, да, ты 100 рублей себе отложишь. И купишь. Это 500, купишь плитку. Да, и купишь себе мобильник. Вот я покупаю только за 500 рублей себе мобильники. А сейчас таких мобильников. Да ладно, я вам купил за 600 рублей, Володя, вот тот мобильник, который у вас, 600 рублей. И прекрасно, да. А у моей мужики за 15 тысяч. И когда мне говорят, фу, тебя ты руководитель организации, тебе не стыдно? Я говорю, нет. Это вам стыдно, все свои деньги тратить. На эти компании, которые на вас прекрасно наживаются, на ваши глупости. Вот я, вот, и мне кажется, об этом профсоюзе тоже должны говорить, на мой взгляд. Что вы думаете? У нас в автомобиле 15% от цены. 15% это вот на их и Москве говорит Пикуленко, который все время тут рассказывает. 15% все остальное это накормили. Да. Те, кто продают. Более того, например, вещи, да? А люди не учатся. Вещи, которые мы покупаем. У меня есть знакомые предприниматели. До сих пор на оценку 300%. 300%. Они покупают в Китае в эту дешевку, да? Мы с вами идем, вот, и, собственно говоря, идем и покупаем. И говорят, чем больше накручу, тем больше покупают. Ну, рынок есть рынок. Ну, все-таки, если люди несут, так почему же? Конечно, будет. Надо брать. Поэтому, что я скажу. Еще есть вопросы? Вроде бы все сказал. Пожалуйста, Иван Михайлович. Берегите свое здоровье. Ездите на велосипедах. Во-первых, надо поблагодарить ему, Садидову, за вручную лекцию. Спасибо. В самом начале прозвучало очень интересное определение здоровья. И вообще, говорю, вот это определение здоровья, оно непосредственно пересекается, скажем, с программой коммунистической партии. В программе коммунистической партии что записано о цели производства? Это полное благосостояние. Обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития каждого члена общества. Вот же такое. Что такое полное благосостояние? И тут вот начинается. И Хрущев в своей программе, он перейдет на удовлетворение потребностей. А может, по-другому не сказать. Это вот уже другое. И тут можно вообще, говорю, до бесконечности наращивать. Кому-то там нужна ярта, как у Абрамовича, потребность у него такая. Кому-то потребность там коньяки за пять тысяч долларов каждый вечер потреблять. Тут может быть даже такая ситуация, что, скажем, у Владимира Алексеевича потребность может быть иметь машину, лучше, чем у Герасимова. А у Герасимова будет в ответ потребность иметь машину лучше, чем у Владимира Алексеевича. И вот они вдвоем, так сказать, скоррапсируют вселенную и остановят время. Как это было показано в романе «Братьев Сругацких» «Понедельник начинается в субботу». Там гражданин неудовлетворенный желудочно, и гражданин неудовлетворенный полностью. Вот это вот, то есть, а полное благосостояние, ну, это вот фактически здоровый во всех смыслах счастливый образ жизни. И для него надо не так и много материальных ценностей, и человечество уже, даже при нашей производительности труда, вполне поднялось для того, чтобы такое уровень жизни обеспечить. Полное благосостояние каждого члена общества. Но вот это вот очень, так сказать, хорошо, что это прозвучало. И еще значит, что сейчас в профсоюзах идет определенная дискуссия. Сейчас речь идет о сокращении рабочего дня. В том числе профсоюзы выдвигали требования о сокращении рабочей недели до 35 часов. И дискуссия здесь в чем? Одни говорят, что надо раз на 5 часов сокращена рабочая неделя, значит, у нас 5 рабочих дней в неделе, значит, надо каждый день сократить на час. И работать по 7 часов, а не по 8. Но надо сказать, очень много жирающих в профсоюзной среде сделать так, чтобы было 3 выходных дня в неделю. А еще, так сказать, часы, которые там 3 часа останутся, их распихать по оставшимся, то есть в оставшиеся 4 дня увеличить несколько рабочее время, в эти 3 дня сделать выходными. Ну и, в общем-то, эта позиция, вот она нами рассматривается как однозначно реакционная. То есть эти 3 выходных дня, они к чему приведут? Значит, первый день пьем, второй день опохмеляемся, ну а в третий день там надо ремонт поделать, там то и все, по магазинам побегать, шоппинг. И вот это таким образом все эти 3 дня будут расходиться. Всякая профсоюзная работа, она, естественно, в эти 3 дня проводиться не будет. Обучение, вот как мы здесь сидим, учимся чему-то. А здесь один только выход, это сокращать рабочее время, потому что если будет у людей свободное время появиться в рабочий день, так после работы будет и больше жирания, соответственно, остаться с коллегами, обсудить какие-то проблемы, начиная от заводских там и кончая общеполитическими. Это вот такие вещи гораздо, очень, весьма существенные эта дискуссия носит характер, но в профсоюзах пока что много, желающих вот вступить на этот путь, чтобы 3 дня в неделю и на дачу, и трава не расти. Вот, это тоже. Ну вот, в общем-то, так вот пожару и все. Ну вот, еще раз хочу поблагодарить ему с Адитовым замечательную лекцию. И вот, так, секундочку, можно? Пожалуйста. Рима, ты видишь, он тебя может упасть. Видишь, там что творится? Это не самосохранное поведение. Мама! Ты видишь? Намокло в меч. Это не самосохранное поведение. Рима, ты видишь? Это серьезное поведение. Это серьезное поведение. У меня самосохранное поведение ухажает. Вот сюда. Не слышно вас будет. Сюда идите. Рима, он 25 лет уже. А упадет один раз. Упадет упадет. Считай, что там, ты не можешь упасть. Это может упасть. У меня уже в Большинкове упало. Да, пожалуйста. По поводу статистики... Здесь виноватый рассматриваете. И еще статисвета здесь мало. Демографической до революции. Вот мне попался в руки в Ленинской библиотеке в свое время императорский атлас Москвы. Ну, второй столицы империи. Значит, в 2011 году, то есть, ну, за три года до первой империалистической, младенческая смертность в этом городе была 44%. То есть, намного выше, чем в самой отсталой стране. Вот в 1979 году была перепись ЮНЕСКО, на этот счет, это было в Мавритании. Там была младенческая смертность 43%. Москва среди европейских столиц занимала второе место по распространенности с сифилиса. В 1111 году. Это, ну, то ли после Парижа, то ли после Вены. Ну, вот что-то я точно не помню. Ну, а последняя перепись предреволюционная, тоже приблизительно в это время в России проводилась, показала, что средняя продолжительность жизни в Азиатской части России была 25 лет, ну, с небольшим, может быть, а европейская 33 года. Какой год? Ну, это тоже приблизительно в 1911, плюс-минус, ну, можно уточнить. Я думаю, ну, в публичной, или как она теперь, в РНБ, аналогичные сведения, или аналогичные атласы тоже можно найти. Ну, вот, ну, все. Спасибо за просмотрительность. А еще кто хочет выступить? Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Я думаю, что за лекцию мы, конечно, поблагодарим ему, так? И тема, она очень интересная, с одной стороны. С другой стороны, конечно, на фоне того, за что мы боремся, там, более близкие, более понятные, типа зарплата, типа, там, незаконное увольнение, там, зажим прав трудовых и, там, политических, она вроде как на вторую. Где-то плане. А по большому счету, конечно, это вот такие интегральные показатели, как, там, продолжительность жизни, значит, там, рождаемость, смертность. Они говорят о здоровье общества. И в этом плане, значит, я думаю, что она очень правильно вот заметила, что, значит, анализов, вот, состояние здоровья в разрезе классовой структуры общества, хрен найдешь где. А это, конечно, очень интересное, и я думаю, что оно, ну, даже без анализа, вот мы смотрим, и то можно некоторые выводы сделать. Знаешь, как на титаннике. Погибло, там, больше, чем полторы тысячи народу. А когда анализ ведешь по классам, билеты, там, высшего класса чуть-чуть погибло, первого класса, там, 20%, второго уже 50%, а третий класс, он почти весь, так сказать, к одной идет, первому все. Так и в обществе. Причем, вот я специально не записывал, но на ум откладывал. Вот читаешь о семьях, ну, там, на второй план отодвинем, разводы, женитьбы, но там у Абрамовича, там, 4 или 5 детей, да, у телеведущего Соловьева, он там, там, себя в грудь стучит, сколько там у него? Больше родить. Да, столько, да. Ну, и вообще, в высшем этом самом свете и среди ребят небедных, у них детей, будь здорово, сколько? У них и жены много. Ну, это следующий вопрос, да. Но они прокормить могут у тех и других, и не только прокормить. Прокормить это дело, вообще-то, второе. А вот тот фактор, который говорит о жизненных перспективах, это действительно. Причем, оно и в литературе встречается, и, мне кажется, по жизни каждый из нас сталкивался, что у мужиков, конечно, значит, главный фактор, он такой психологический. Потому что, сколько таких видишь? А, жизнь дала трещины, хрен с ней, так сказать. А пусть еще будет хуже, ну, и вроде как, перспективы нет. И, так сказать, запьем тут, вроде как назло всему миру. И, поэтому во времена перестройки, вот этот скачок мужской смертности, значит, и прежде всего, конечно, среди работников наемного труда, он колоссальный, так сказать, был. А сейчас некоторые подъемы, или чего-то, он, во-первых, объясняется, это не подъем, я бы сказал так, стопорение, или замедление этого процесса. Объединяется тем, что, во-первых, самые слабые, они уже вымерли, так сказать. Остались только вот мы с Михаилом Васильевичем, тут, придавшие к нам, товарищи. У Павлова, академика, был отец, который прочитал, что, говорит, слушай, пить вредно. Пришел к доктору, и говорит, что доктор, я слышал, пить вредно. Он говорит, так, а вы пьете? Выпиваю. Ну, а как вы пьете? Он говорит, утром стакан, в обед стакан, а вечером, ну, как компания. А вам лет сколько? 76. Ну, вы, говорит, продолжаете в том же духе, уже менять что-то поздно. Вообще, резко менять это не стоит, понимаешь, мне не надо. Но я к тому, что вот эти вопросы, они, конечно, требуют большего изучения, заметьте. Даже в публичных вот дискуссиях, которые и по телеку идут, и присутствовали мы на некоторых лет. Вот жирик, то и дело. А что у нас женщины вообще с 55 лет на пенсию тут? Они живут же дольше. И так живут дольше, смотри, на 8 лет. Чего ради? Мужчинам надо снизить, а им повысить. Вот тогда будет равенство. Я, кстати, вы к этому вопросу не против. Вы не подумайте, что я поддерживаю Жириновского Легчегота. Я думаю, что женщины, они дольше живут за счет того, что более активную позицию занимают. И больше работают. В том числе они и на производстве, и дома еще, черт его знает. Меньше пьют. Меньше пьют, потому что больше работают. Я бы так сказал. В этом плане, я думаю, что давайте Риму поблагодарим. А сами будем в тех анализах, которые мы проводим, и в той работе, которую проводим, всегда этот фактор иметь в виду. И много интересного еще откроем для себя и для общества. Я думаю, что, конечно, мы, Риму, должны поблагодарить за очень интересный доклад. И я хотел бы отвернуться к такой теоретической постановке вопроса. Значит, проблема многоплановая. И такая многоплановая, что хочется и за это схватиться, и за то. И за то, и неясно, как из нее вообще выбраться. Потому что, так сказать, ну, пьют, потому что у них такая психология. А психология, потому что пьют, и, так сказать, идет такой процесс, который сам себя загоняет. Все, дальше и дальше. Вот. Ну, некоторым, кажется, повезло. Вот Рима садит уже, призналась, что у нее, дескать, у нее отец алкоголь. У меня отец умер в 50 лет, он выпивал все время. Ему сказали, после травмы на заводе, он работал в литейном цеху, выпьешь и умрешь. Но он подержался немножко, а потом выпил и умер. Так сказать, я на это насмотрелся. Я, например, на водку смотреть просто не могу. Я не понимаю, как можно ее вообще пить. Потому что я сразу представляю себе эту, сказать, тему. Надо тебе кончать. Живой пример. И мне не надо долго там это объяснять. Но, как говорится, лучше бы люди учились на чужих примерах, а не на своих. Правильно? То есть, скажем, я пережил своего отца почти на 20 лет. Почти на 20 лет старше своего отца. Так что, кто еще, так сказать, такого не имеет примера, на моем лучше примере поучитесь, чем на своем. Но это все опять-таки сводится к примерам. Как говорится, жизнь так сложилась, жизнь сяк, а вопрос надо поставить теоретически. Почему или что нужно сделать, какое звено надо взять, чтобы ухватиться за него и вытащить это дело. Люди, говорят, не понимают, профсоюзы не понимают, в политике не разбираются, теории не знают, книг не читать, некогда читать книг. Что нужно для этого делать? Для этого нужно свободное время. Вот это свободное время, если его нет в течение дня, так все и будет идти все хуже и хуже и хуже. А наша дорогая МОД, это то, на что ориентируются профсоюзы, она и придумала, давайте сделаем четырехдневную рабочую неделю. Причем совсем не предлагала сократить рабочее время еженедельное, а просто, говорит, сгруппировать. Ну, видите, давайте в четыре дня. Так, если вот задуматься, почему, зачем в четыре дня? Давайте в два дня сгруппируем 40 часов. Потому что 24 до 24, это же 48, 40 часов работы, по четыре часика спим, два дня, а потом все остальные дни, недели, знаете, пять дней отдыхаем. И что будет? Я думаю, вот есть такая вот практика в математике, переход к пределу. Давайте дальше эту линию продолжим и увидим, к чему это ведет. Это понятно, к чему поведет. И гранили смертям, и это не только после третьего дня будут выходить, а после этих двух хороших трудовых дней прямо будут пачками увозить. Но то самое главное дело в другом. Ведь под свободным временем, понимается, время для свободного развития. Нет свободного развития. Восьмидневный, восьмичасовой рабочий день тоже этого не дает. Вот у нас на заседании Российского комитета рабочих Василий Иванович Шишкарев с часами выступал, прямо говорил, вот 8 часов мы спим, вот сколько мы ездим на транспорт, вот сколько мы подготавливаемся, вот сколько мы моемся, это мы кушаем и так далее. И свободного времени при восьмичасовом рабочем дне почти нет. То есть этот человек успевает отдохнуть. Вот об отдыхе можно сказать, да, при восьмичасовом рабочем дне можно отдохнуть. Когда можно говорить о свободном времени? Когда пойдет дальнейший процесс. И вот есть же во Франции 35 часовая рабочая неделя, есть в Германии. Но если это разгруппировать, вот видите, что хочет сделать МОД в рабочие дни, получится так, как вот здесь рассказывал Иван Михайлович. Эти дни мы работаем, а эти дни мы выпиваем. И потом протеревляемся. Последний день пьем рассол и как цеклышка приходим на работу и опять погружаемся в этот же самый процесс. О чем рассказывал, к чему это все ведет, мы знаем. Особенно сейчас, когда такой ярый субъективизм, который философия называется, субъективизм. Что вот я пришел и я оценил у вас отличные условия труда. Я посмотрел, очень даже хорошо. Вот, например, те, кто работает зимой на воздухе, а они, значит, на свежем воздухе. Те, кто тяжелые, у кого работают, те физически крепнут и так далее. Я вот оценил, вот нам тоже прислали, все, вчера, сегодня электронная почта пришла, завтра прийти и подписать специальную оценку условий труда. Что я и буду делать в понедельник. Нам тоже. Да, ну, сейчас, срочно сейчас все подпишутся. А что такое специальная оценка? Я посмотрел и решил, что у вас отличные условия труда. У меня? У вас замечательные. Почему? А такая моя оценка. Ведь я профессор, а я оценил. Вот так сейчас и собираюсь оценивать. Раньше была оценка по объективным характерам. Замеряли, приборы ставили, проводили замеры и так далее. Сколько у вас, как сердце бьется, какое давление и так далее. А сейчас посмотрели на вот. Ну, вы знаете, как выглядит хорошо. Да ясно у него отличные условия труда. Сидит спокойно. Так вот, значит, поэтому совсем не все равно. Это будет у нас 8-часовой рабочий день или будет просто 40-часовая рабочая неделя. Не все равно. Потому что, если вот это сгруппировать, нет профсоюзной работы, нет партийной работы. Вообще нет никакого способа борьбы, коллективной борьбы за свои интересы. Поэтому вопрос о 8-часовом рабочем день и сокращение до 7, до 6 часов, это вопрос вообще сохранения жизни и здоровья. А сохранение жизни и здоровья – это вопрос успеха в борьбе. Как вы будете побеждать? Говорят, мы больные, у нас везде там грыжи, то, все, мы вас победим. Ну, как-то, уж понимаете, ну, что понимаете, что никакого успеха. Вы говорите, ничего, мы нажмем, как вы нажмете, вас сожмут. Некоторые говорят, пусть нас задавят, если нас сильнее задавят, хуже будут жить рабочие, и тогда они поднимутся. Это и приводит пример с пружины. Здесь пружины мы все сжимаем, сжимаем, а тут раз, она хрык, и все. Знаете, как сломалось пружины? Хребет сломался. Что такое грыжа? Это сломался уже человек, все, это невосстановимо. Хотя очень много клиник, которые скажут вам платите деньги, и все у вас будет хорошо. Хорошо будет у тех, кто получит эти деньги. Потому что на самом деле это, в общем, уже неисправимо. То есть есть неисправимые вещи. Вот, скажем, замеряли докеры 12 тонн на человека в смену. Это воспроизводимо. То есть можно еще как-то поправить здоровье при этом. А если 24 тонны, как у них записано было в коллективном договоре, и никак они не добились. У них так и стоит 24 тонны. А 24 тонны – это необратимый процесс. Необратимый. Если у человека появляется там 8 дисков, 9 дисков, 11 дисков, как у Федотова стертых. И это очень... Такая проблема, которую уже решить очень тяжело. Очень тяжело. Вот поэтому мы должны и на эту проблему тоже посмотреть с точки зрения борьбы рабочего класса за свои интересы. Если он хочет победить в этой борьбе, он должен подумать, ну, как отнестись к своему здоровью, как инструмент этой самой борьбы. Если у тебя не будет свободного времени, то нельзя не будет здоровья. Если у тебя не будет ни здоровья, ни свободного времени, ты не будешь ничего знать, не будешь понимать, не будешь разбираться в тактике борьбы. не сможешь победить. Поэтому он должен первое, что сделать, добиться сокращения рабочего дня. Вот этого логинга почти сейчас нет ни у кого. За зарплату, вот давайте повысите нам зарплату. Как нам сейчас повышать зарплату в системе высшей школы? Наш, опять известно, как-то наш министр этого проблемы решает очень просто. Говорит, давайте половину сократим, а этим увеличиваем в два раза часы. И получится у них больше зарплаты. И раньше умрут. Ну раньше умрут. Значит, хоть помучатся, но зато недолго. Пенсию не надо платить. Опять же, хорошо. И пенсию не надо платить. И кому меньше? Я вообще говорил, что зря нападают на Ельца. Он столько проблем решил. Вот жилищные. Там дураки в советское время строили, строили больше домов. Зачем? Народ вымирает и одна и та же площадь распределяется за все меньше и меньше и меньше людей. Значит, на одного человека это все больше квадратных метров получается. И ничего не надо строить. Второе. Проблема пенсионеров. Вот для мужчин уже решил. Потому что мужчины пенсию получают с 60, а средний возраст 59. Но только женщины себя ведут непривлично. Поэтому вот Зеленовский вчера обеспокоен, что что-то у нас не в порядке в обществе. Вот мужчины молодцы. Вот женщины... Это вот как-то вы перевернули все это, Рима Садетовна, здесь как-то. Это неправильно. А вот надо вот наоборот поставить. Нехорошо себя ведут женщины. Понимаешь, продолжают жить. Надо вот... Уже и нет их друзей. Как жить? Да, как жить? Вот я думаю, поэтому... Поэтому давайте вот мы на это обратим внимание, что ключевым вопросом в решении этой проблемы является борьба за сокращение рабочего дня. И уже наступило столько... Сколько времени прошло после того, как 8-часовой рабочий день был достигнут в России в 2017 году, что уже 100 лет скоро будет. И за 100 лет не продлинулись ни на сколько. Ни на сколько. А воротам увеличивается. Суббота появилась. Очень. Как было до 40 часов, так и осталось до 40 часов. В 2018 году 40 часов. Ни хитая. Примерно. Примерно. Ну, если крошечки всякие считать, то да. Но вообще, если выращивать на 100 лет жизни, на целые, так сказать, несколько поколений, конечно, это говорит о том, что вот этот ключевой вопрос, а это с ним связано. Борьба с бюрократизмом, участием в управлении, борьба с коррупцией. Все связано с этим вопросом. Поэтому я считаю, что вопрос, который мы сегодня обсуждали, центральный. Центральный вопрос класса борьбы в России в условиях современности. Да? Да. Поэтому я передаю слово Ремисадиду для заключительного слова. Она может ей высказать все нехорошее, что она может сказать про нас, про тех, кто выступал. Ремисадидовна, вот здесь безопасное совершенно место, где это в вашем теле стоит. Видите, какой самосохранный человек. Да. Ну что я хочу сказать, что действительно очень большое спасибо, что такое внимание к этому вопросу, потому что для меня, например, это очень такой вопрос, важный, серьезный, потому что я вижу вокруг себя огромное количество людей, которые действительно, скажем так, настолько преступно относятся к собственному здоровью, да и здоровью других людей, что меня это, конечно, поражает. А вот по поводу мамы, да, сказали. Ну, что такое, значит, возьми сын кредит. Это значит, мама не понимает, что потом сын должен будет на этот кредит отрабатывать. Это значит, что он увеличит продолжение своего рабочего времени. Это значит, что он пойдет на вторую работу, на сверхурочную и так далее, и так далее. А это означает, что его сын либо станет инвалидом ее, либо умрет раньше времени. И вот этого представления у людей, да, вот это все, темнота. И вот я совершенно с вами согласна, что это действительно очень объемный вопрос, да. Здесь и вопрос культуры, то, что вот Виктор говорил, что действительно, ну, не сопровождается у нас застолье без этого дела. Ну, вот как-то вот, ну, иногда прям так вот хочется. Но с другой стороны, да, ну, есть такие люди. И думаешь, ну, что там такого, ну, стопочку, это же так замечательно. А тут же рядом, да, сидит там какой-нибудь там сын, да, 12-летний, который все это прекрасно видит. И, собственно говоря, потом, когда, когда-нибудь он придет домой вот в таком состоянии, ну, не нужно его ругать, поскольку ты ему сам этот пример показал. Далее, я еще очень что хотела сказать. Вот когда, у нас сейчас очень много различных там групп развивают реабилитации, то есть сначала алкоголизм, а потом идет реабилитация, реабилитационный процесс. И хорошо, что это есть. Там говорят, что, во-первых, алкоголизм – это тяжелейшее заболевание. То есть бывших алкоголиков вообще не бывает. А это, на самом деле, даже, как это, самые-самые, есть неврозы, а есть психозы. А алкоголизм – это психоз. Почему это? Выбраться совершенно невозможно. Но если ты стал все-таки трезвым алкоголиком, как говорят, да, это означает, что ты алкоголик, но ты не пьешь, то тебе говорят, что вот то время, которое ты пил, ты должен чем-то заменить. То есть, вот вы говорили, свободное время. А бутылка должна быть чем-то заменена. Чем заменяют, что называется, люди, которые думают о своем здоровье, знаниями, обучениями? Многие считают, Гегель – это на всю жизнь хватит. Обучение. На самом деле, я для себя, знаете, какую вывод сделала? Во-первых, спорт. Во-вторых, собственно говоря, многие уже, во многих странах люди поняли, что если человек перестает учиться, он погибает. Потому что залог здоровья – это развитие нашего мозга. Если ты закончил институт и больше никогда нигде не учишься или вообще не заканчивал, да, и никуда не ходишь, и твой мозг не работает, он не решает новых задач. Что такое обучение? Это решение новых интеллектуальных задач. Твой мозг развивается. И тебе не нужна бутылка. Ты начинаешь развиваться. Тогда ты сохраняешь зворовье. Вот если взять ученых, да, многих ученых, вот, пожалуйста, Михаил Васильевич, это же долгожители. Это люди, которые, вот то, что вы сегодня пришли сюда, они пошли там с кем-то там в шашки, там, домино, и пришли сюда общаться, да, это говорит о том, что вы заботитесь о своем здоровье. То есть обучение это очень важно, свободное время очень важно. И то, что вы сюда пришли, говорит о том, что вы заботитесь о своем здоровье. Естественно, потому что выступая перед вами, я также развиваю свой мозг, общаясь с умнейшими интеллектуальными людьми, которые действительно в данном случае, я надеюсь, что мы все являемся единомышленниками. Хотя, если бы я сейчас выступала перед профсоюзниками, сидели бы так, скептически на меня смотрели. К сожалению, я всегда говорю, ну, когда, например, попадешь в больницу, ты потом не звони, не говори о том, что, значит, принеси мне что-нибудь после операции. Вот. Так что желаю вам всем здоровья. Спасибо. Давайте поблагодарим. Желаю чаще встречаться, чтобы действительно у нас свободное время заполнялось тем, что нас развивает. И спасибо вам, что есть такой фонд и такое замечательное обучение. Спасибо. Тем более мы тут совсем рядом. Да. Надеюсь, что, так сказать, ну, это будет рассмотрено. Соответственно, специальная оценка труда как-то будет проведена. Прикрима. У тебя визитки нет? Уважаемый товарищ, мы всех... Запишите мой телефон, у меня, к сожалению, визитки нет. Значит, 8 921, мегафон. Почему я отвечу? Я без меня звоню, когда у меня была наша проблема. Там все занято. Пока Михаил Васильевич не позвонил, что-то... У меня что-то с телефоном. Купила телефон не за 500 рублей, а за 2 тысячи. Понятно, понятно. Ну, Васильевича принимает телефон, Герасимова не принимает. Хороший телефон. 921, 336, 94, 99. Рада видеть и тех, с кем стояли на баррикадах, на различных акциях. И, собственно говоря, это тоже был вклад в наше здоровье. Спасибо. Что сейчас запишем? Спасибо. Значит, товарищи, у нас очередное заседание нашего университета. Занятие состоится в следующий четверг, да? Вот там есть газета «Народная правда». Там есть вся программа всех лекций, а и в университете рабочих корреспондентов, и в Красном университете фонда рабочей академии. Так что просьба на последней странице ознакомиться со всем расписанием. И, пожалуйста, посещайте занятия и активно участвуйте. Продолжение следует...